приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание стрижки волос и поговорим о том как стрижка волос сделана в определенный день недели поможет вам изменить вашу жизнь обязательно просмотрите это видео от начала до конца друзья будет много полезной важной и интересной для вас информации а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации наши волосы они не только украшают нас но они и являются природными антеннами нашего организма миа поля проходит через наши волосы и волосах накапливается положительная энергия она позволяет оставаться спокойным и уравновешенным в любой ситуации где требуется большой расход энергии любое воздействие на наши волосы может изменить в нашей жизни не только внешность но и всю нашу жизнь как в лучшую так и в худшую сторону с давних времен считалось что волосы сосредотачивают себе жизненную силу человека поэтому если вы хотите сделать стрижку то вам нужно соблюдать правила чтобы не навредить себе а также определиться с тем для чего вы это делаете если вашей жизни был сложный период то вам нужно сделать стрижку покороче так как волосы обладают памятью и будут сохранять в себе этот негатив на протяжении еще долгого времени поэтому чтобы он не мешал вам спокойно жить вам лучше сразу убрать это поможет волосам впитать в себя положительную энергию свои волосы пожалуйста не доверяйте кому попало потому что тот кто будет вас стричь он поменяет ваше биополе поэтому выбирайте не только современные стрижки но и парикмахера он должен быть энергичным жизнерадостным обаятельным человеком ваша жизнь после стрижки у такого парикмахера значительно улучшится если вы чувствуете что вам по каким-то причинам не везет жизни нужно выбрать парикмахера в возрасте умудренного опытом после этого ваша жизнь изменится в лучшую сторону а если еще во внимание возьмете момент самого посещения то она не просто изменится а еще и кардинально изменится если вы решаете свои проблемы сами не любите чтобы кто-то мешал осуществлению ваших планов обязательно выбирайте мастера либо такого возраста как вы либо моложе никогда не стряните свои волосы сами так как вы можете нарушить свое биополе что повлечет негативное изменение в вашей жизни на растущую луну вам нужно стричься для того чтобы волосы отрастали быстрее если вы хотите чтобы волосы поменяли свои свойства например если они непослушные стричься нужно на убывающей луне а если вы планируете дольше проходить с вашей стрижкой и чтобы волосы отрастали дольше ее нужно сделать на убывающей луне а вот для приостановления выпадения волос и укрепления их стрижку также делайте на убывающей луне волосы не стригут запомните на 7 19 25 и 30 дни по лунному календарю если стрижку делать в эти дни то это приведет к потере положительных и денежных энергий в народе говорят что делая стрижку вы меняете свою жизнь прежде чем идти в парикмахерскую определитесь с тем что вы хотите изменить в своей жизни давайте рассмотрим как будет изменяться ваша жизнь в зависимости от того в какой день недели вы будете делать стрижку и так если вы решили сделать стрижку в понедельник вы знаете этот день считается благоприятным вы избавитесь от отрицательных эмоций и нерешенных проблем которые у вас накопились в этот день также можно изменить и цвет волос сделать стрижку во вторник можно только в том случае если у вас не хватает сил и воли разрешить какие-то важные проблемы в своей жизни вас затягивает монотонность вы перестали вести активный образ жизни стрижка в этот день поможет активизировать ваши энергетические потоки среду хорошо подстричься чтобы узнать много нового встретить старых друзей и притянуть к себе новые знакомства также вы можете начать путешествовать и открывать мир для себя по-новому положительные энергии у вас будет очень много стрижка в четверг будет способствовать вашей популярности и принесет вашу жизнь счастье удачу благополучия пятница считается днем женской красоты и посетив парикмахерскую в этот день вы не только измените свою прическу но и внешность если ваша внешность вас устраивает то лучше отказаться от стрижки в этот день суббота считается хорошим днем для стрижки потому что вместе с острижными волосами вы избавитесь от отрицательной энергии которая мешает реализации ваших планов в финансовом вопросе воскресенье лучше волосы вообще не стричь так как это скажется на ваши энергетики и удачи но если все же какие-то обстоятельства вынуждают вас делать стрижку то перед тем как сесть в кресло парикмахера проговорите про себя такие слова парикмахеру сажусь в воскресенье я стригусь не потому что так хочу а потому что обстоятельства вынуждают я потихоньку посижу в воскресенье попрошу на мне не на меня не серчать и мне помощь оказать негатив не придет мне вреда не принесет если вы ожидаете как какое-то важное событие не стригитесь ни в коем случае пока она не произойдет иначе вы можете ослабить свою энергетику основными плюсами стрижки является то что стрижка избавит вас от негатива который скопился в волосах за определенное время что привлечет вашу жизнь удачу успех у вас появится ощущение что вы освободились от тяжелого груза прошлого у вас даже повысится тонус вашего организма вы сможете ощутить прилив сил и энергии но нужно обязательно правильно подходить к вопросу стрижки и уходу за волосами если вы видите что вашей жизни что-то у вас не получается вернитесь к этому видео и просмотрите еще раз когда все-таки вам лучше делать стрижку когда вам состригать кончики волос и подумайте о том кто должен быть ваш мастер потому что мастер имеет очень важное значение узнать о своем мастере побольше то есть если у него постоянно проблемы у него постоянно какой-то негатив у него сплетни он обсуждает всех это не ваш мастер вот честно это не ваш мастер на дети того у которого есть и крепкая семья есть дети которые возможно успешен благополучен жизни и тогда вот тем самым также будете привлекать в свою жизнь изобилие достаток и благополучия